МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте. Вначале короткоглавное. Онкологические заболевания можно будет выявлять на ранних стадиях. Шейх Акмад Афанди встретился с врачами-онкологами высшей категории. Медпомощь в комфортных условиях. В себе гердмак Азбековского района открыт новый фельдшерс-какушерский пункт. Новые учебники в новом учебном году. Министерство образования и науки Дагестана направит крупную партию учебных пособий в общеобразовательные организации республики. Накануне муфти Дагестана шейх Акмад Афанди встретился с врачами-онкологами высшей категории. Поводом для встречи послужило открытие отделения химиотерапии и диагностики на базе 3-й городской больницы. По словам специалистов, за счет своевременной диагностики удастся выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, чтобы вовремя начать квалифицированное лечение и, соответственно, снизить смертность от злокачественных новообразований. Подобные отделения открывают перспективы для лечения онкологических заболеваний и оказания медицинской помощи пациентам на новом уровне. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли накануне в селении Гиртмак Азбековского района. Теперь у жителей села появится возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих всем санитарным нормам условиях. Возведен объект по программе устойчивое развитие сельских территорий. Помимо представителей власти, на мероприятие собрались многочисленные гости и жители села. О том, как прошло торжественное открытие в сюжете Батьмат Ханаповой. Открытие ФАПа для местных жителей стало поистине праздничным событием и долгожданным подарком. До этого первую медицинскую помощь людям приходилось оказывать в ветхом здании без должного оборудования. А селение немаленькое. В ауле Гиртма проживает порядка полутора тысяч человек. Мы рады такому событию, такому прекрасному дню, такому строительству за короткое время срока, за такую заслугу. И нам достаточно, что он есть у нас. Новое здание уже готово к работе. На открытие приехали представители власти. Для них провели небольшую экскурсию. По словам местных жителей, в помещении сделан качественный ремонт. Есть необходимое медицинское оборудование. В ФАПе предусмотрены кабинеты для кушера, фельдшера, терапевта, а также процедурный кабинет. Многие вопросы, безусловно, будут у вас встречаться уже на месте. Это дополнительные и рабочие места для медиков, и качественные обслуживания для населения. Кроме того, была облагорожена дворовая территория. Установлен забор ограждения. Сооружена котельная. ФАП отвечает всем современным требованиям. Он был построен по новому проекту. Отличается от ранее возведенных типовых зданий большей площадью. За счет чего теперь есть возможность принимать большее число пациентов. Я думаю, эта работа будет продолжаться. И нам это только начало. Я уверяю, эти преобразования будут. И нам бы хотелось, чтобы и жители этого села, и вообще сел нашей республики знали и были уверены, что руководство и власть до каждого жителя, до каждого села намерено дойти и преобразовать жизнь наших селян и наших горцев. Всех еще раз поздравляю. Все с вами наилучшие пожелания. Надеюсь, здесь будет побольше людей, которые будут нам рожать маленьких джигитов и наших сестер и меньше больных. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Казбековский район. Федеральные эксперты ЕГЭ посетили исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале. В настоящее время комплекс закрыт для посетителей из-за введенных ограничений. Однако после поступившего запроса на экскурсию для приезжих гостей сделали исключение. Федеральных экспертов интересовала подача исторического материала с помощью мультимедийного контента, а также содержимое зала «Мой Дагестан», который, как признали сами гости, их особенно впечатлил. Экскурсии в этот день прошли во всех интерактивных залах исторического парка. По итогам эксперты пришли к выводу, что изучение истории с применением новейших технологий может дать гораздо больший эффект, чем традиционные методы. Министерство образования и науки Дагестана направит в партию учебников в общеобразовательные организации. Пособия были закуплены по заявкам школ. Как сообщили в ведомстве, всего учебной литературы закуплено на сумму, превышающую 54 миллиона рублей. По словам главы Министерства, у Мупази Лямаровой за последние два года ведомство закупило свыше 2,5 миллионов книг для учащихся. Проводилось также пополнение библиотечных фондов. Салман Дадаев посетил Народную больницу. Мэр Махачкалы в ходе объезда благоустраиваемых территорий столицы побывал в городской больнице номер 3. Это медучреждение, наряду со многими другими больницами республики, принимало пациентов больных коронавирусной инфекцией. И именно поэтому, по словам Дадаева, увеличение коечного фонда в больницах и строительство новых объектов очень актуально для нашего города. Как отметил градоначальник, дорога, ведущая к больнице, была отремонтирована. Также улучшена транспортная инфраструктура микрорайона. В ходе визита Дадаев ознакомился с проектом женского медресе, которое планируется возвести в микрорайоне. Здесь он поручил подготовить все необходимые документы для получения разрешения на строительство в установленном законном порядке. Поединок забита Магомед Шарипова против Яира Родригеса отменен по причине травмы мексиканца. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. У Родригеса растяжение лодыжки и перелом. Он выбыл, сказал глава UFC. Потенциальный претендентский поединок должен был возглавить турнир 29 августа. Теперь дагестанскому бойцу ищут соперника. На замену Яиру готов выйти Келвин Катар, который уже дрался с забитым в ноябре 2019 года и проиграл единогласным решением судей. Напомним, что Магомед Шарипов выиграл в UFC 6 боев. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова